Криптовалюта 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 Он является виртуальным или цифровым, то есть не может никто из нас с вами его потрогать, ощутить, но тем не менее это полноценное платежное средство. По сути это набор цифр, который хранится не на одном компьютере, если мы проводим параллель с каким-то более привычным инструментом платежей, а на многих компьютерах или узлах этой системы и представляет собой что-то вроде бухгалтерской книги, где у нас указан наш приход, расход и баланс некого счета. Но это если мы опять же смотрим на ситуацию низкоповерхности. Зачем нужны криптовалюты, спрашивает довольно почти каждый из тех, кто с данным инструментом только познакомился. Опять же изначально было очень простое предназначение, это сделать расчеты и платежи более удобными, надежными, более дешевыми. То есть не секрет, что издержки при расчетах криптовалютой гораздо ниже, нежели при использовании, скажем, классических кредитных карт и куда более надежны. Вот на самом деле, если вы данную технологию хорошо изучите, то вам станет понятно, что, скажем, если я буду переводить биткоин из своего кошелька на, скажем, ваш кошелек, то в данной операции будет задействована только два участника. Это я отправитель и, собственно, вы получатель. Если же вы, скажем, производите оплату банковской картой в онлайн-магазине, например, совершив какую-то покупку, то полные данные, которые вы набираете на странице с картой, ваша персональная информация, она известна как минимум примерно 5-7 звеньев в этой цепочке. Это абсолютно открытая информация, можете просто изучить, как функционирует вообще система проведения онлайн-платежей. Опять же, с этим изначально был связан главный посыл, аргумент тех, кто верил в рост криптовалют еще на первых этапах. Это именно более удобные, выгодные и, главное, надежные зашифрованные платежи. И, конечно, в последние годы уже гораздо большую популярность криптовалюты имеют именно как инструмент для инвестиций и для спекулятивного заработка. Потому что, если вы видели график биткоина или другой популярной криптовалюты, то вам без дополнительных слов будет все понятно. То есть, опять же, к графику мы вернемся буквально уже через 5-7 минут, когда будем переходить в торговую платформу и анализировать рынок в режиме реального времени. Ну, я думаю, что если вы уже сталкивались с графиком, например, биткоина, то помните, насколько сильно он прибавил в цене за последние месяцы особенно. Ну и за последние годы тоже, если мы берем, скажем, более серьезный срок, более длинную дистанцию, то окажется, что и в этом случае биткоин очень и очень волатилен. Да, есть такое понятие у трейдеров, то есть он двигается гораздо сильнее и его цена изменяется гораздо быстрее, чем, скажем, по аналогичным финансовым инструментам. Точнее, не по аналогичным, а если мы, скажем, будем сравнивать биткоин с акциями, либо валютами, например, то окажется, что растет в цене он гораздо и гораздо быстрее. Что, конечно, предоставляет очевидную возможность для получения именно инвестиционного и спекулятивного дохода. Вот то, о чем мы сегодня в первую очередь и будем говорить. Появился биткоин в 2008 году, но фактически первые операции, первые серьезные упоминания на специализированных форумах были уже в 2009 году. Про принцип анонимности мы так или иначе уже сказали, когда обсуждали изначально технологию. На самом деле, плюс технологии блокчейн, опять же, почему она сейчас так востребована буквально всеми крупными финансовыми институтами, в том числе, скажем, даже государственными институтами. Мы знаем, что правительства многих стран ведут работу в развитии блокчейн-проектов. Опять же, не стоит путать, мы об этом дальше поговорим. Биткоин с самой технологией блокчейн – это не одно и то же, это разные вещи. Но, тем не менее, опять же, в чем преимущество блокчейн, которые реализованы в биткоине, в том, что любой из участников системы может увидеть абсолютно всю информацию по любой транзакции, по любому переводу. Тут будет указана, скажем, сумма, время, прочие подробности, но при этом не будет указано имя и фамилия отправителя и получателя. Поэтому, конечно, мы имеем, с одной стороны, максимально прозрачную систему, то есть, когда никто, скажем, не может усомниться в какой-то операции, потому что все они отражены в единой цепочке блоков, в единой цепочке транзакций, в чем, собственно, и суть блокчейна заключается. Но, с другой стороны, никто не узнает, что это именно вы, скажем, или это именно вам переводили какую-то конкретную сумму. Все операции есть, но в то же время и анонимность также находится на очень и очень высоком уровне. Количество биткоинов заранее известно и ограничено. Это если мы, скажем, выносим за скобки те уже многочисленные, можно сказать, форки, которые появляются в последние месяцы. Но, тем не менее, именно самих биткоинов будет 21 миллион, не больше и не меньше. Что, опять же, на первом этапе очень серьезно влияло на увеличение спроса по данному инструменту. Потому что, если, скажем, какая-то технология может принести ощутимую пользу, она полезна и может быть использована, то в таком... и при этом мы знаем, что, скажем, предложение будет уменьшаться, то есть этого инструмента в будущем будет меньше этих монет, и то, конечно, это будет провоцировать рост стоимости. Потому что, опять же, если мы вернемся к самому простому экономическому закону, то при снижении предложения, то есть когда чего-то производится меньше, цена на это, конечно, растет, если даже спрос остается неизменным. А если мы еще и возьмем во внимание тот факт, что спрос постоянно увеличивается на криптовалюту, то и получим в итоге те движения, которые, собственно, и есть в данный момент по биткоинам. Хранить биткоины можно на специальных кошельках в интернете, жестком диске компьютера и даже на мобильных устройствах в данный момент. Но, опять же, рекомендуется все-таки пользоваться онлайн-сервисами, потому что многочисленные ситуации, особенно несколько лет назад, когда эта тема была не так раскручена, когда просто по незнанию или недоглядев, многие мешали своего жесткого диска, просто выбросив его, либо он выходил из строя, например, и те биткоины, которые хранились на кошельке, который находился на этом жестком диске, на специальном ПО, они пропадали безвозвратно, поэтому постановить их никак уже было нельзя, что, согласитесь, очень обидно, особенно учитывая текущую котировку биткоина по отношению к доллару, например. Почему биткоин будет расти и дальше, вы видите несколько причин на этом слайде, но главное, пожалуй, заключается в том, что, опять же, это довольно серьезная технология уже, вот кто-то говорит, что она ничем не обеспечена, а на самом деле она обеспечена теми участниками системы, теми узлами системы, которые в данный момент тратят, скажем, свое время, ресурсы своего компьютера на то, чтобы помочь функционировать в данной системе, и получить за это вознаграждение в виде криптовалюты. Поэтому, вот опять же, про обеспеченность, это та критика, скажем, которая выходит из таких инвестиционных кругов, которые привыкли работать, скажем, с долгоценными металлами, либо акциями, которые подкреплены, скажем, определенной компанией, ее деятельностью, но, тем не менее, эта критика не совсем, как мы видим, адекватна. И самый важный момент, да, почему растет стоимость биткоина, потому что в него попадает все больше ликвидности, все больше средств инвестируется именно в биткоин, то есть перетекает, скажем, из обычных денег, да, фиатных, в именно криптовалюту. И, вот опять же, с чем связан этот процесс? С тем, что у разных людей разная скорость усвоения информации, да, во-первых, кто-то сомневался до недавнего времени, кто-то не знал про биткоин. Большинство из вас, я уверен, также, если мы возьмем, скажем, любую выборку, да, даже наших зрителей, то окажется, что процентов, как минимум, 50, скажем, еще биткоина в своем кошельке не имеют, а может быть, кошелька в опции, да, у вас еще нет, может быть, вы только планируете знакомиться с данной сферой. И рано или поздно, видя то, как ситуация развивается, то, что есть упущенная возможность получения прибыли, рано или поздно вы все-таки, я уверен, купите биткоин, да, вот в этом и заключается главная мысль, да, которую я хотел бы до вас донести, то, что по мере того, как увеличивается интерес, да, растет интерес к данной сфере, по мере того, как из фиатных денег они превращаются, да, в электронные, в криптовалюту, вот мы видим рост биткоина. Самая главная новость, ну, точнее, одна из важнейших, которые можно сегодня обсуждать, мы затрагивали на прошлых вебинарах, правда, не очень подробно, это запуск специальных финансовых инструментов, фьючерсов и опционов на американских фондов, в биржах. Что это означает? Это означает, что крупные инвестиционные компании, так называемые инвестициональные инвесторы, возможно, инвестбанки, хэдж-фонды получат возможность оперировать криптовалютой. То есть, если она будет торговаться на фондовых площадках, чего до сей поры еще не было, то ситуация поменяется. То есть, вот та ликвидность, о которой мы говорили, средств, которые вложены, скажем, в криптовалюты, их станет в разы больше. И если вот этот крупный капитал придет и начнет также работать с криптовалютой, то это, конечно, сподвигнет курс к новым вершинам. Вот, опять же, тот момент, который сейчас в первую очередь обсуждается. Это именно запуск на чикагской бирже опционов и фьючерсов CME, которая называется. Именно производных инструментов на основе биткоина, прежде всего. Пока только про биткоин идет речь, но этого более чем достаточно, чтобы и вся сфера криптовалют, но, опять же, в первую очередь сам биткоин, выросли. Ну, как это обычно бывает, да, мы видим по текущему году, что как минимум 50, то есть 70% от прошлого максимума цена проходит после пробоя максимальных значений. Это мы все, опять же, сейчас на графике в этом воочию убедимся. Два важных понятия, которые важно знать, да, напомню, что мы еще находимся в такой теоретической большей части. Это блокчейн, то, о чем мы уже сказали. Блокчейн – это своего рода технология хранения и обработки информации, главный признак которой – это децентрализованность. То есть, например, если, скажем, мы берем расчет рубль или доллар, то оказывается, что всего один участник, это центральный банк, да, той или иной страны, определяет, скажем, размер эмиссии, размер выпуска, да, и, что называется, решает то, сколько денег будет напечатано в какой-то момент времени, то в случае с биткоином такого единого инструмента контроля, регуляции нет. Система полностью, вот опять же, децентрализована, повторюсь, и абсолютно естественно функционирует. То есть каждый из участников, уже многочисленных, да, потому что, повторюсь, что каждый майонер, так называемый, да, кто получает вознаграждение биткоина за обработку транзакций, переводов внутри системы, вот каждый из них обеспечивает жизнеспособность этой системы. То есть в этом и заключается суть, вы можете видеть это на схеме, да, которая есть на этом слайде. То есть вместо, скажем, какого-то одного главного института у нас есть децентрализованная система с множеством участников, каждый из которых так или иначе влияет на судьбу криптовалюты. Вот те самые форки, да, появление биткоин-кэш, биткоин-голд, которое буквально вот на этих входных произошло, да, с небольшой задержкой биткоин-голд появился. Все это возможно стало бы для того, что система децентрализована, то есть какая-то часть сообщества решила так, что нужно отсоединиться, нужно поменять какие-то условия, скажем, что им не нравится, и это доходит даже до того, что появляется, скажем, новое обновление, новая криптовалюта. Вот в чем, опять же, суть и в чем преимущество системы блокчейн по сравнению с тем, что в данный момент используется в экономике и в финансовом мире. И второй термин это ICO, это способ привлечения инвестиций, но именно в криптовалюте и в стартап-проекты во многом, которые основаны на именно технологии блокчейн. То есть можно провести параллель с IPO, это когда компания выходит на биржу и размещает свои акции, тем самым привлекая дополнительный капитал, но только вот ICO, это относится именно к сфере криптовалют, к проектам на основе блокчейна, опять же повторюсь, и появилось, стало возможным благодаря такой криптовалюте, как эфир. Но опять же эфир это скорее даже не криптовалюта, это скорее технология или площадка на основе умных контрактов, которая позволяет таким проектам существовать, как, например, Тезос или ЭОС, которые вы видите на данном слайде, которые побили все рекорды буквально по привлечению средств за очень короткое время. И последний слайд, который нужно обязательно рассмотреть, это то, как можно зарабатывать на криптовалюте, где именно нужно иметь торговый счет и как, собственно, начать работу. Потому что сделать это можно через биржу криптовалют, которые появились едва ли не сразу после появления биткоина. То есть первая биржа появилась примерно в 2011 году. Либо работать через регулируемую брокерскую компанию. Вот одной из таких компаний является Amarkets, которая для вас данное мероприятие проводит. Сами вы можете видеть плюсы и минусы того или иного способа работы. Отмечу лишь, что, пожалуй, главный принцип, на основе которого стоит выбирать себе компанию для работы, это надежность. Потому что даже если вы будете очень хорошо торговать и верно, скажем, выберете криптовалюту для инвестирования, получите хороший доход, то может произойти ситуация, как это было с MT-GOX в 2013 году. Это биржа, которая объявила о банкротстве и не вывела с торговых счетов суммы тем трейдерам, которые работали с ней. Либо взять ситуацию с биржей BTC, которая летом нынешнего года заморозила торговые счета своих клиентов и также не позволила суммы выводить вплоть до начала осени. Поэтому, опять же, элемент надежности, он как никогда важен именно при торговле криптовалютой. Что касается наших гарантий, то вы можете видеть их на данном слайде. Например, защита 20 тысяч долларов по каждой претензии присмотрено от регулятора. Но важнее, наверное, даже, точнее, не менее важно, это способы ввода-вывода, которые будут без комиссии. И, конечно, удобная торговая платформа для совершения сделок. Это терминал Метопредит 4, в который мы сейчас и перейдем. Сейчас я запущу трансляцию рабочего стола моего компьютера, и мы сможем сами увидеть графики, текущие графики по основным криптовалютам и понять, что же будет нас ожидать в ближайшие дни. Поставьте плюсики в общий чат, пожалуйста, если вы уже видите график и видите, что происходит на рабочем столе моего компьютера. Да, отлично, отлично, давай переходим уже в торговую платформу. Начнем по традиции с биткоина, конечно же, это главная криптовалюта, и думаю, что надолго она еще останется. На самом деле, одна из новостей этой недели – это своеобразное возвращение биткоина, потому что мы видели, какой сильной была коррекция на выходных в конце прошлой недели. Опять же, то, что мы прогнозировали в ходе прошлого вебинара, потому что после резкого довольно импульса на тот момент цена подбиралась вот к этому важному уровню, отметка в 7,6907, мы про это говорили. И пробив ее сверху вниз, мы видим, вот и стала возможной ситуация коррекции, резкого снижения. Опять же, это все произошло на фоне отмены очередного запланированного обновления протокола биткоина. Напомню, что 18 ноября должно было состояться появление Сигвит 2Х, это флорк биткоина, но заявили об отмене еще в конце прошлой недели данного события, поэтому и стало, опять же, возможным снижение. Почему? Я думаю, вы можете догадаться и сами. Просто все покупали биткоин в ожидании того, что получат аналогичную сумму уже в новой биттовалюте, которая должна была появиться по аналогии с Bitcoin Cash и Bitcoin Gold. Но, опять же, почему желтым треугольником отмечено две области? Потому что ситуация очень похожа между собой. Когда у нас была такая же сильная коррекция на фоне негатива из Китая в начале сентября, мы отмечали резкий рост сделок, резкий рост и увеличение объема сделок на покупку и появление соответствующих свечей зеленого цвета. И то же самое произошло и в этот раз, только в этот раз мы видели даже гораздо более быстрый разворот, то есть буквально за 3-4 дня биткоин сумел вернуть все снижение. Это очень важно. Очень важно с позиции потенциала для дальнейшего роста и с позиции именно покупок. Почему, опять же, более сейчас приоритетны именно сделки на покупку и почему, вероятнее всего, мы уже сегодня или завтра пробьем прежний максимум? Потому что об этом сигнализирует история по биткоину, которая была в этом году. Опять же, самый важный торговый сигнал, который был в протяжении всего этого года, это обновление исторического максимума, то есть вот тот прежний максимум цены, который был ранее достигнут. Вот именно после пробоя этого уровня мы наблюдали наибольшее ускорение. То есть самые показательные примеры, вы опять же видите, они отмечены оранжевой линией. Это отметка в 3 тысячи долларов, которая покорилась в августе, после чего мы ушли почти на 5 тысяч, затем уже уровень в 4 900, после чего мы ушли как раз таки до сначала 6 тысяч, сейчас уже буквально недавно были почти около 8 тысяч. И вот то же самое может повториться и в данной ситуации. Обращу еще раз внимание на то, что по поведению цены биткоин, доллар. И судя по графику, опять же, очевидно, что нас ожидает рост, но для того, чтобы открывать сделку именно на покупку, предлагаем дождаться именно подтверждения этого. Подтверждением будет являться факт именно пробоя максимального уровня прошлого. То есть, скажем, если биткоин сегодня или завтра уже будет находиться на уровне выше, чем 7 500. Опять же, еще раз отмечу, что мы каждый вебинар почти про это говорим, что круглые значения цены очень хорошо работают по биткоину, да и по прочим криптовалютам тоже. То есть, скажем, все отметки, начиная от отметки 2 500, 3 500, вот эти каждые 500 долларов это очень важные уровни. И пробивая, скажем, закрепляясь выше этого важного уровня, мы можем с высокой долей уверенности говорить о том, что мы дойдем до уже следующего этапа. Поэтому, опять же, если мы сейчас будем выше отметки 7 500, то можно будет говорить о том, что мы как минимум дойдем до 8 000 за один биткоин. и в этой связи, опять же, единственное, что нам остается, это дождаться пробоя этого уровня. Опять же, обратите внимание, что резко увеличилась волатильность по биткоину в последние дни. Мы не видели, пожалуй, свечей такого большого размера, да, вот буквально за один день, с 6 500 мы опускались до 5 400, да, то есть это больше 1000 долларов за один день. Раньше такое было, если и было, да, то всего лишь один раз, когда мы наблюдали новости негативные из Китая. Но это, опять же, если мы говорим про новейшую, да, историю этого года, не вспоминая про прошлые кризисы, да, когда мы также везли коррекции, точнее, уже развороты по биткоину. Но это я говорю про ситуацию 2013 года, 2011 года отчасти. То есть, если мы говорим именно про текущий год, да, настоящий момент, то, опять же, ситуация абсолютно полностью повторяется. Есть второй сценарий, то, что мы все-таки не окажемся выше отметки в 7 500 в ближайшие дни, но, опять же, он гораздо менее вероятен. Тем не менее, если все-таки вы, скажем, настроены негативно по отношению к биткоину, либо, если еще плюс к этому, мы не пробьем данный уровень, то, скажем, продажи, да, вы можете начинать только ниже уровня в 6 900, чтобы уже наверняка понимать, что, скажем, роста в ближайшей перспективе не будет. Важная особенность, кстати, именно торговли, трейдинга криптовалютами исключается в том, что по сравнению с майнингом, например, да, когда вы ведете добычу криптовалют на своем компьютере, вы можете зарабатывать в таком случае и на снижении курса, то есть вы можете продать, да, сделку на продажу и заработать на точно так же, как если бы вы покупали. Это важный момент, потому что, опять же, если вы просто занимаетесь майнингом, то то, что вы получаете, тут же может и обесцениваться, то есть нужно быстро, скажем, выводить сумму в фиат, например, да, если вы, скажем, намайнили, но при этом цена идет вниз. Здесь же в данной ситуации подобное исключено, то есть вы при снижении курса можете зарабатывать, что, собственно, мы и сделали в конце прошлой недели. Вот, опять же, повторюсь, можете запись прошлых вебинаров посмотреть, чтобы убедиться в качестве тех идей, которые мы в ходе вебинаров продвигаем. Далее, вот на самом деле обычно мы осматриваем эфир после биткоина, но вот на прошлой неделе и на этой тоже я, пожалуй, начну с биткоин кэш. Действительно, это инструмент, который перехватил инициативу даже у биткоина в какой-то момент, да, на фоне вот отмены последнего обновления биткоина, чуть ли не, скажем, все свободные средства криптоинвесторов, они хлынули на биткоин кэш. Представьте чего мы в несколько раз увидели рост данной монеты. Сейчас вполне закономерная наблюдается коррекция, мы об этом, опять же, предупреждали вас в прошлом, потому что подобный рост, он не может длиться вечно и не может обойтись без коррекции. Мы это многократно видели уже по любой буквально валюте, которая в рамках текущего года резко увеличивалась несколько раз. В итоге каждая из них теряла примерно как минимум 50% от того движения, которое было показано. Поэтому кто еще, если кто из вас успел еще и заработать на снижении курса после резкого всплеска, можно только поаплодировать, да, потому что на самом деле эта ситуация, она читалась. Вот, опять же, на графике отмечены две области, две ключевые области желтым цветом. Что это такое? Это область возможного разворота и начала возобновления именно восходящего движения. Опять же, если мы вернемся даже к не рынку криптовалют, а к рынку акций, например, либо валют обычных, да, то главный, один из главных постулатов гласит, что, опять же, за резким всплеском объема, скажем, за резким ростом цены обязательно следует период затишья, спокойствия и коррекции. То есть это выражается либо в снижении каким-то прежним важным уровнем, либо просто цена, что называется, топчется на месте, не двигаясь ни вверх, ни вниз. И вот действительно после роста, скажем, с 300 до 400 долларов за один биткоин кэш почти до трех тысяч, конечно, нужна была некая передышка, что мы сейчас и наблюдаем. Но самое важное это не пропустить волну следующего роста, потому что есть высокая вероятность того, что биткоин кэш будет расти и дальше. Опять же, технологически он довольно хорош, то есть по большому счету то же самое, что биткоин, но только с большим размером блока. А это означает, что транзакции обрабатываются лучше и быстрее. Именно для этого создавался биткоин кэш изначально. Что еще важно, издержки за эти транзакции будут меньше, чем по биткоину. Поэтому есть такая тенденция сейчас, что все вот как раз-таки стартап-компании, либо компании, которые давно работают с криптовалютами, со сферой блокчейн, с технологией блокчейн и вынуждены по роду своей деятельности заниматься именно большим количеством переводов, они переходят на использование системы биткоин кэш с привычного биткоина. Опять же, в силу того, что по биткоину переводы и оплаты в данный момент обрабатываются довольно долго. И использовать его не так интересно с позиции расчетов. То есть про, скажем, его инвестиционную составляющую никто не спорит. Если вам, скажем, нужен доход или вы не знаете, что делать, нужно просто купить биткоин и ждать. Есть такое мнение. Но вот опять же, если вам необходимо регулярно проводить операции в криптовалюте, то биткоин кэш для этого подходит едва ли не лучше всех. Поэтому нет сомнений. Опять же, это еще и такая хайповая составляющая. То есть та валюта, в которой уже был большой объем раньше, которая уже резко выстреливала, прибавляла в цене, она с большой долей вероятности сделает это еще раз. Опять же, если нет каких-то критических изменений, скажем, нет какого-то кризиса, какой-то уязвимости, хакерской атаки и так далее. То есть всего этого по биткоин кэш нет. И поэтому есть все шансы на то, что рост продолжится. Кстати, в данный момент, во-первых, почему были именно эти области обозначены? Потому что на этих границах происходило повышенное средоточение объема ранее. То есть цена вот первый, точнее верхний, да, желтый прямоугольник был обозначен потому, что там цена останавливалась в прошлой волне роста. Там мы видели, что там несколько свечей скопления объема именно от этого уровня. Там еще и тысяча долларов было рядом. Именно от этого уровня могли развернуть биткоин кэш в прошлый раз, но этого не произошло. После этого мы видели еще одно ускорение. А вот как раз-таки второй прямоугольник, вторая желтая область, это прежний максимум цены отметка в 670. Мы видим, что именно после пробоя уровня 670 мы видели резкое ускорение цены, импульс. Поэтому, опять же, две эти области были обозначены. Почти всегда, когда мы видим откат вот после столь сильного движения, цена возвращается к одному из прежних сильных уровней. И вот сегодня мы видим, что на самом деле от уровня в 80 цена поднимается уже выше тысячи долларов опять за один биткоин кэш. Это важный сигнал. И на самом деле стоит покупать биткоин кэш в данный момент, по крайней мере, можно это делать с очень низкими рисками, потому что мы можем поставить стоп-лосс, ордер ограничивающей потери за сделку, довольно близко. То есть стоп-лосс стоит размещать, скажем, за уровень либо 980, ну либо еще несколько ниже, зависит от того, какую стратегию вы используете, какой у вас запас прочности и то, каким объемом вы в сделку входите. Поэтому сейчас ближайшая цель самая это 1150. Эту область я обозначу сейчас на графике. Почему опять же, да, почему именно этот уровень? Потому что здесь также была остановка цены ранее. Мы видели, что на протяжении нескольких свещений, то есть довольно продолжительное время, цена не могла уйти вниз. То есть от этого уровня ее покупали в свое время. То есть те, кто, скажем, удерживает позиции на покупку еще с того времени и сейчас находятся в убытке, потому что цена ушла ниже этого уровня, они могут закрыть свою сделку как минимум без убыток, в ноль, если цена к нему вернется. Вот опять же, закрыть этих сделок может спровоцировать краткосрочный отбой от данного уровня. Поэтому опять же, ближайшая цель это 1150, но конечно, конечно не стоит исключать, и это очень вероятно, что мы также обновим тот максимум, который был достигнут. По крайней мере, сделаем это в ближайшие недели. Вот опять же, да, какая самая важная стратегия при работе с криптовалютой, это купить ее после отката, то есть купить по дешевой цене, относительно дешевой, и ждать, просто ждать, пока будет выстрел. И далее мы сегодня еще в этом убедимся. Многие криптовалюты, например, тот же Zcash или Monero, да, вот и, наверное, главный лидер это DashCoin последних дней, как сильно они резко прибавили в цене. Вот во многом такие движения были неожиданными, потому что, потому что все внимание было вокруг биткоина и его форков. То есть биткоин кэш и биткоин гол, да, повторюсь. Но о других криптовалютах про альткоины несколько позже поговорим. Сейчас пока про эфир. Здесь ситуация чуть менее интересная, чем по тем инструментам, которые мы уже успели рассмотреть. Да, есть рост, но он относительно небольшой. Все-таки, работая с криптовалютой, хочется, чтобы цена менялась, скажем, хотя бы на 10-20 процентов. В течение какого-то короткого промежутка времени эфир же стоит почти на месте в узком, относительно узком диапазоне, да, 300-350, даже скорее 330 долларов за одну монету. И поэтому, конечно, пока не может похвастаться наличием перспективных торговых идей. Самая важная идея заключается в том, что нужно дождаться выхода за рамки той консолидации, которая есть в данный момент. То есть мы видим, что есть некий уровень поддержки, это наклонная линия оранжевого цвета, вдоль этой линии происходят покупки эфира основные. И есть некий горизонтальный уровень, это ближайшая важная отметка 345-350 долларов за одну монету. То есть там закрытие свечей ранее все были по 345, но в моменте доходила котировка до 350, поэтому вот эта область, она является такой область сопротивления. Если мы, наконец, окажемся выше данной отметки, то, безусловно, достигнем сначала уровня в 400 долларов за один эфир, но и очень вероятно пойдем выше, потому что уже дважды цена не могла пробить отметку по 400 долларов. А мы знаем, опять же, из технического анализа, что чем чаще цена подходит к какому-то уровню после коррекции, тем больше вероятность его пробоя. Поэтому по эфиру, на наш взгляд, все самое интересное еще впереди. Не стоит исключать и вариант с снижением, потому что вот те ICO-проекты, множество ICO, которые сначала были яркой вспышкой во время весны и лета текущего года. Многие участвовали в ICO, вкладывали свои средства в это, но опять же стало очень много некачественных ICO, мошеннических, которые по сути представляют собой пустышку, то есть за ними нет реального продукта, реальной команды какой-то. Поэтому опять же, вот этот тренд инвестиций в ICO, он сходит на нет. То есть все сложнее найти какой-то на самом деле перспективный, сильный проект, и на фоне этого в том числе эфир может опуститься довольно низко. Плюс опять же, в ситуации, когда есть более интересные криптовалюты, будь то биткоин, биткоин кэш, либо даже тот же дэшкоин, например, который сейчас после, скажем, своего впечатляющего рывка, вот в последние дни, может немного постоять, корректироваться, но затем продолжить этот рост. К нему, я думаю, что мы еще вернемся низко позже. Поэтому по эфиру пока стоит ожидать, можно покупать с небольшим объемом, потому что сейчас мы торгуемся по 330 долларов за одну монету. Уровень 250 с высокой долей вероятности будет достигнут, но опять же, это может быть и не то движение, не той силы, не того масштаба, которое стоит ожидать. Далее. Отмечу небольшой технический нюанс, то, что ваши вопросы вы можете задавать в общий чат и в специальную вкладку. вопросы. Обязательно на те из них, которые по теме, которые актуальны, мы ответим в конце сегодняшнего вебинара. Двигаемся дальше. Рипл хотелось бы обсудить также. Довольно сильное движение по нему было буквально сегодня с 20 до 27 центов. За монету цена в моменте подлетала. Мы говорили в прошлом, что опять же не стоит забывать про Рипл, нужно держать его в голове и может быть даже держать какую-то часть на своих кошельках, крипто. В общем, купить Рипл, потому что с позиции именно применения его технологии, с позиции его использования. Это одна из самых перспективных криптовалют. На самом деле не секрет, что многие крупнейшие банки используют Рипл, его основу, за его основу берут свои проекты по оптимизации своей деятельности, по снижению издержек во взаимодействии между собой. Это опять же информация доступная, можете проверить ее в интернете. Рипл на самом деле очень быстрее было. Поэтому вот во многом и с этим связано то, что его курс довольно стабилен. То есть он показывает такие дни, да, они регулярно появляются, когда мы видим резкое изменение цены, но затем все опять замирает. И вот опять же диапазон его торговли, он относительно узок, потому что, ну, по сути, вот с весны его цена не сильно-то и поменялось. То есть он был 30, там, скажем, центра 35, был по 15, но это плюс-минус все находится в одном диапазоне. Нет таких резких движений, как по прочим альткоинам. И тем не менее, опять же, мы считаем, что его нужно держать на своем балансе, да, что называется. Была гораздо более лучшая цена, когда он стоил те же 20 центов. Но тем не менее, сейчас, когда он торгуется по 23, тоже есть довольно неплохой потенциал. Опять же, пока, пожалуй, не стоит его покупать прямо сейчас, потому что будет после стоя резкого роста, вы видите сами, да, некая коррекция, снижение. Сейчас можно даже продавать ему с перспективой, там, скажем, несколько часов, либо несколько дней, да, небольшим объемом и отыграть вот эту коррекцию, которая наверняка может продолжиться в область, там, 21-22 центов, как минимум. Но опять же, в более долгосрочном плане это очень перспективная криптовалюта именно с позиции покупок. Поэтому советуем по лучшей цене, но присмотреться именно к покупкам Ripple. Опять же, из-за того, что он поддерживается тем, как его применяют, как его используют в своей деятельности ведущий финансовый инстинкционер. Двигаемся далее. Предлагаю все-таки Dashcoin посмотреть, потому что здесь была показательная формация именно с позиции технического, да, анализа, либо такая вот область теханализа, как графический анализ, то есть то, что происходит на графике. Не зря мы отметили для вас именно вот этот этап консолидации, да, вспомните, о чем я говорил, то, что весь процесс ценообразования любой криптовалюты строится на двух стадиях. Это стадия взрывного роста, когда мы видим резкий импульс за несколько дней, цена просто улетает. И затем следует период консолидации, то есть когда мы видим коррекцию, видим, что цена успокаивается и ее зажимают какие-то узкие рамки. Поэтому, опять же, большая ошибка, когда вы, скажем, покупаете то, что уже и так выстрелило вот в моменте. То есть нужно немного подождать и либо покупать на пробой прошлого максимума, как это вот очень актуально с биткоином, либо покупать после выхода за рамки вот этих консолидаций, которые буквально по каждой криптовалюте довольно несложно обнаружить. Вот мы это еще на примере Монера, я думаю, посмотрим. Да, там была аналогичная ситуация. То есть есть некое подобие треугольника, либо это может быть и боковой канал, когда, скажем, две горизонтальные линии зажимают цену. И какие самые важные факторы, какие самые важные особенности. То есть цена по криптовалюте, точнее котировка, должна была резко увеличиваться уже ранее, то есть как это было, скажем, по Dashcoin в августе. Вот эта ситуация. То есть у нас уже должен быть прецедент ранее резкого роста. То есть мы понимаем, что если это было раньше, то и в дальнейшем это также с высокой долей вероятности возможно. И затем после подобных импульсных движений мы, во-первых, можем заработать на коррекции, на откате, потому что коррекция тоже одинаково во многом по всем криптовалютам происходит. То же самое здесь, видите, тоже легко читается и момент с разворотом. То есть когда вот то же самое, что было по биткоину, когда зеленая свеча, очень большая, появляется после этапа снижения. То есть на этом явно очевидно, что снижение пока заканчивается. И вот затем самый важный момент, на который нужно обращать внимание, это выход за пределы консолидации. То есть внутри этих консолидаций формируется и скапливается довольно большое количество объема. И весь этот объем выходит именно после пробоя вот важной ценовой отметки и вот этой важной ценовой консолидации. Вот посмотрите, то же самое было и по Монеро. В свое время она несколько раньше, чем DashCoin выстрелила. Если быть точным, это произошло 6 ноября. Да, как раз на прошлой неделе мы уже обсуждали о том, что, вероятно, продолжится движение вверх. И это мы, по сути, увидели. Но оно было не таким сильным, как мы его ожидали. Можно было вполне рассчитывать на то, что цена дойдет здесь до прежнего максимума, до отметки в 145 долларов. Но, к сожалению, этого не произошло. Цена несколько раньше там остановилась. Похожая информация, за что хотел обратить внимание. То есть также у нас есть некая консолидация. Видите некое подобие треугольника. После выхода за рамки, которого мы видим сильное движение цены. Во многом наша задача заключается в поиске подобных формаций и в работе от них. Но что еще хотелось бы внимание обратить в этом примере? Повторюсь, что по многим криптовалютам очень похожие формации на графике наблюдаются. Вот почему, опять же, полезно использовать торговую платформу МИЗ-34. Потому что, опять же, хотелось бы один момент показать. Эта область очень напоминает то, что происходит по Bitcoin Cash в данный момент. Вот посмотрите на курсор мыши. Вот здесь, где мы говорили возле 1000 долларов, была прежняя попытка разворота цены, когда мы торговались ранее. И видим, что по Monero была тоже такая попытка разворота перед импульсом, когда он резко увеличивался еще в августе. И на самом деле этот уровень оказывается очень важным в дальнейшем. Именно от этого уровня мы видим, что цена в итоге растет и вот в этот раз. Поэтому по Bitcoin Cash однозначно мы сейчас имеем, возвращаясь опять же к нему и проводя аналогию с тем, что было по Monero, по Bitcoin Cash мы имеем очень сильный уровень в районе 1000 долларов за одну монету. Опять же, сумеем закрепиться выше или нет, пока непонятно наверняка, но вероятнее всего да. Так, далее. Litecoin также на самом деле в последнее время не радует резкими движениями, да, вот исключением ситуации в августе. Но тогда многое росло, да, тот же Bitcoin очень сильно рос. Тем не менее, здесь ситуация аналогичная скорее эфиру. То есть мы видим также некое сужение, консолидацию, опять же, да, то, о чем мы говорили. Поэтому, пожалуй, что стоит подождать выхода за рамки одного из этих двух уровней, либо вверх, да, выше отметки в 66 долларов, либо уже вниз. Опять же, судя по тому, как уверена пара, вот именно Litecoin, доллар, да, двигается вдоль этого уровня поддержки. Это линия наклонная оранжевого цвета. И как часто происходит отбой, да, то есть от этого уровня, как часто ее выкупают без этих значений. И то, что постоянно у нас растет минимум, точнее, каждый новый минимум оказывается выше предыдущего, да. Это явный признак, опять же, с позиции теханализа, явный признак восходящей тенденции. Поэтому здесь более вероятен пробой, конечно же, вверх, нежели вниз. Буквально в двух словах про The Cash, потому что время у нас уже постепенно подходит к концу. Ситуация, опять же, во многом аналогична тому, что мы видим по Litecoin. Только здесь мы уже подобрались к этому верхнему значению, и уже сейчас у нас есть, точнее, в ближайшие дни появится уже точный торговый сигнал, да. Мы либо будем покупать при пробое выше 315 долларов, либо продавать, если мы там не окажемся, то есть выше этой отметки. Что касается ETH Classic, то здесь все так же очень похоже на то, что мы видели по The Cash, например, сейчас. За исключением того, что вот минимумы по ETH Classic они не оказываются выше предыдущего. Да, мы видим, что есть вот эта область, где он сильно провалился. Поэтому ETH Classic, пожалуй, выглядит слабее гораздо сейчас, чем другие гриптовалюты. Пусть он на волне вот общего хайпа сейчас и прибавил, да, довольно сильно с 9 до 17, даже до 20 долларов цена доходила. Но тем не менее он довольно маловероятно, что обновит свои какие-то исторические максимумы. Скорее всего, так и будет находиться в таком подвешенном состоянии между двумя сильными уровнями. И объема там на самом деле сейчас не так много, опять же, относительно других криптовалют. Пожалуй, все ключевые криптовалюты мы на сегодня рассмотрели. Все они доступны для торговли в рамках нашей компании. Поэтому, опять же, вы можете протестировать торговые условия и начать работу с криптовалютой вместе с нами. Опять же, еще не размещали в нашем чате ссылку на телеграм-канал. У нас есть довольно интересный и многочисленный телеграм-канал. Там уже более трех тысяч участников. Поэтому советуем присоединиться там в режиме реального времени. Каждый день обсуждают с торговой бюдей, они вот в таком формате, как у нас раз в неделю. Итак, давайте перейдем к вопросам. Давайте перейдем к вопросам. Да, у нас регулярно спрашивают про, скажем, ICO, различные либо небольшие криптовалюты. Мы всегда отвечаем, что мы работаем с теми, которые уже подтвердили себя, которые довольно давно торгуются, имеют весомую капитализацию. Поэтому, что касается карток C, да, ну вроде бы на словах опять же интересный проект. Как это будет на деле, совсем непонятно. Есть у них реальный продукт. Это все требует дополнительной проверки. Поэтому, если инвестировать в них, то какую-то небольшую совсем сумму, чтобы не было потом обидно. Если вас интересуют инвестиционные продукты, то внимание, советую обратить лучше на наш криптопортфель, который доступен, который содержит в себе пока биткоин, лайткоин и эфир. Около 30% в месяц там доходность по данному портфелю. Поэтому, опять же, за подробной информацией вы можете обратиться к нашим специалистам. И, конечно, мы обязательно поможем и подскажем, да, более подробно про данный инструмент. Опять же, повторюсь, вот то ICO, да, которое вы упоминали в вопросе, да, около 30% в месяц по нему средняя доходность. То есть, его, которое вы упоминали, оно не может похвастаться тем, что имеет, скажем, реальный продукт, либо реальное обоснование. Далее, хотелось бы напомнить, что у нас есть биткоин-счет. То есть, вы можете без дополнительных комиссий, конвертаций переводить сумму с вашего биткоин-кошелька и обратно. То есть, это абсолютно удобно и без дополнительных сдержек на торговый счет. Мы одна из первых продвижских компаний, которые имеют именно счет в биткоинах. Кроме того, есть дробный лот, поэтому начать торговлю можно с довольно небольшой суммы относительно, да, то есть, вам не понадобится 7 тысяч долларов на счете, чтобы купить биткоин. Можно будет стартовать с гораздо более низкой суммы. Что касается специальных преимуществ, да, и таких небольших подарков для зрителей сегодняшнего вебинара, то вы можете рассчитывать на специальный бонус 25% на пополнение торгового счета, если решите поработать с нами. Плюс у нас готовится к изданию специальная книга по криптовалютам, которые включают в себя и теорию, и практические стратегии, и во многом все те вот аспекты, которые мы обсуждаем в ходе вебинаров. Это технический анализ, это какие-то новостные ключевые факторы и так далее. Что еще? Хотелось бы отметить, что у нас 15 сейчас основных лифтов пар, доступные для торговли, и, конечно, есть из чего выбрать буквально каждый день, да, мы видим, что та или иная криптовалюта резко прибавляя в цене. Опять же, все ключевые торговые идеи мы обсуждаем в нашем Telegram канале, поэтому тоже советую к данному каналу присоединяться. Если буквально несколько минут у нас есть, то сейчас направлю вам ссылку на данный канал. Если какие-то вопросы у вас еще остались сейчас ко мне, то советую их задавать, пока мы не закончили работу. Да, Денис, можете связаться завтра или сегодня с одним из менеджеров компании. Обязательно обсудим все вопросы по дальнейшему вознаграждению. На этом предлагаю закончить сегодняшний вебинар. Опять же, мы всегда на связи, все контакты есть на сайте, поэтому обращаться можете по телефону, в онлайн-чат, либо просто написав на почту, обязательно свяжемся, подберем для вас индивидуальное решение, ответим на все вопросы. На биржах криптовалют, да, вот участник ВИНТ, трейдинг не сильно отличается от традиционного, отличается он только тем, через кого вы торгуете. То есть здесь вопрос именно с выбором самой площадки. Вот плюсы и минусы вы сейчас видите на слайде. То есть вы можете торговать как на бирже, так и у брокера, да, при этом сами каноны, скажем, торговли, они не отличаются. У вас также есть график, есть цена покупки, продажи, есть торговый счет, то есть все казалось бы одинаково, но есть вот разный контекст, да, скажем, разные условия, разный уровень надежности, разные условия ввода-вывода, инструментов для анализа и так далее. То есть это все мы сегодня так или иначе уже обсудили. Спасибо всем за участие. В следующий четверг мы также с вами увидимся и обсудим все последние события и также проанализируем рынок для того, чтобы найти наилучшие торговые возможности. Всем всего доброго, до свидания, спасибо, что вы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok